Ребята, в Хайден Сик сегодня мне попалось кое-что новенькое, и я хочу вам это показать. Но сначала надо хорошенько спрятаться. Смотрите, время сокрытия 37 секунд. Сокрытие! Как будто бы я преступник, и мне надо что-то скрыть. Так, надо подняться повыше, а то тут меня легко найти. И вот еще тут можно подняться. Все, а дальше уже нельзя, выше нельзя. Берем монетку. Ой, а выше, как он туда забрался? Как он туда забрался? Ладно, с этим мы разберемся потом. А пока давайте порисуем. Вы знаете, что тут появилась такая функция? Можно рисовать сердечко. Смотрите, какое красивое. Ну, а что я тут увидела? Вкладка праздники. Смотрите, здесь есть кое-что бесплатное. Давайте нажмем и получим подарки. Смотрите, сколько сразу. Оп, оп, оп. Поза дерева, пчела Санта. Там еще был горячий шоколад и еще кое-что. Давайте посмотрим, что же это кое-что. Так, ну все остальное за деньги. У меня денег не хватает, поэтому мне предлагают купить. Но сначала я решила посмотреть, где искатель. И искатель в этот раз у нас зомби. Я, между прочим, впервые играю, где искатель зомби. Что-то раньше никогда такое не попадалось. А у нас тут клуб любителей рисования на стенах. И, между прочим, в магазине каждый день появляются новые какие-то товары. Мне бы хотелось купить сундук, но у меня не хватает денег. Робоксы тратить я не планирую, а планирую показать вам бесплатную штучку. Итак, ребята, вот такая пчела Санта, которая стоит, между прочим, 700 монет. Но мне она досталась бесплатно. Напоминаю, во вкладке праздники. А еще мне добавилось бесплатно два рисунка на стенах и горячий шоколад. Итак, у меня появилось два новых стикера. Давайте их где-нибудь сейчас нарисуем. Ой, как красиво. Три сердечка и смайлик. Так, а вот тут у меня будет сейчас привидение. Вот такая вот картина у нас получилась. И еще один бесплатный стикер. Hide and seek. Вот так вот. Красота, красота. И все это бесплатно. Ура. И пчелка моя мне нравится. Новогодняя. И вот эта функция, где написано внизу, на каком расстоянии от вас искатель, мне кажется, никогда не позволит искателю найти всех, всех игроков. Тем более, искатель у нас вот такое вот кривенькое зомби. Интересно, когда зомби находит какого-то участника, он превращает его в зомби или нет? Вот одного участника она нашла, но я не знаю, стал ли тот участник зомби. Кто знает, напишите в комментариях. Думаю, всем ребятам, кому не попадалась эта карта, будет интересно узнать. Ну а я пока в безопасности, попью бесплатный горячий шоколад. Времени еще много, так что выскакивать пока не буду. Еще попью, попью. Так, почему-то, почему-то искатель приближается ко мне. Судя по цифрам, где-то, где-то недалеко от меня. А, нет, в обратную сторону куда-то побежал. Смотрите, цифры опять увеличиваются. Так, пойти посмотреть или не ходить, пойти посмотреть или не ходить. Мне кажется, это зомби меня тут не найдет. Ладно, давайте побегаем, посмотрим, кто где есть. Представляете, она нашла всего одного участника. Да, это провал. Но зато я вам показала бесплатную штучку. Теперь вы знаете, где получить бесплатный шоколад, бесплатную пчелку. Кстати, может быть в разные дни и разным участникам разные подарки будут выпадать. Не знаю, не знаю, но попробуйте. А потом напишите в комментариях, что вам выпало. Будет интересно. Так, а я запрыгиваю на полочку в холодильнике. Тут у нас яйца, сыр и монетки. Осталось всего 10 секунд, ребята. Ничего нам не грозит, потому что, потому что искатель вообще где-то далеко. И почему-то я других участников вообще не вижу тоже. Как будто бы я тут одна в этой игре. Ладно, игра закончилась. Вот такие результаты. О, зомби нашла двух игроков. Молодец. Но 10 не нашла. В этой игре, если искатель слабенький, то не очень интересно играть, честно говоря. А мы выбираем карту. Я выбрала метка замораживания, чтобы искатель замораживал того, кого найдет. И где будет у нас проходить это все мероприятие. Кухня, спальня. Спальня. Будем прятаться в спальне. Ой, я не помню. В спальне, по-моему, я еще ни разу не была. На кухне точно была. Много раз. Чего? У нас будет три искателя? Три искателя? Ничего себе. О-о, вот это сейчас будет жарко, ребята. Так, первый искатель. Вот такая девочка рыженькая. Вот это да. Как мы будем прятаться? Ха-ха, от трех искателей. Так, сейчас у нас будет второй искатель. Кто он? Кто он? Так. Вот этот мальчик. И третий искатель. Ох, ребята, вот это интересненько. Сейчас будем бегать как ошпаренные. От трех-то. И третий искатель. Люди... Ой, мой шанс стать искателем 12%. Ну, такой небольшой процент. Чего? Сто процентов, ребята. Я искатель. Один из трех. Впервые я буду играть искателем, где нас будет трое. Что это такое? Очень интересно, очень интересно. Вот это да. Подождем, попьем горячий шоколад. Пусть получше прячутся. Ох, втроем. Сейчас как пойдем искать? Надеюсь, мы всех отыщем. В игре 10 участников. Нас трое, значит, каждому надо найти по 3,5 человека. Вот такой вот план. 5, 4, 3, 2, 1, побежали. Все, ребята, игра начинается. Вот три искателя. И мы сейчас вас всех найдем. Так, тут у нас кто-нибудь есть? Тут никого нет? Давайте посмотрим сверху. Ой, я кого-то там вижу, ребята, я вижу. Я вижу их. Вон они, вон они, вон они. Бегут, бегут. Сейчас мы их втроем зажмем. Со всех сторон как прибежим. Так, тут еще девочка стоит. Ну ладно. К ней вернемся попозже. Так, вот у нас тут девочка рыженькая бегает. Ой, а тут стекло. О, а тут стекло. Как ее поймать? Попалась. Так, замораживаем. Опачки, готово. У меня осталось еще в плане 2,5 человека. 2,5 рыбокопа. Так, давайте попробуем вернуться наверх. Но как? Как отсюда подняться наверх? Непонятно. Ничего тут такого нет. Я вот вижу, увижу там игрока, но как подняться наверх, не знаю. Ага, вот тут, наверное. Оп. Нет, не до лед. Мне надо на самый-самый верх. Ну как же, как же туда попасть? Да что это такое? Я максимум на вот эту полку могу запрыгнуть. А с этой полки как? Может быть в горшке что-то? Нет. Вон, видите, наверху девочка стоит. Но как мне туда забраться? Не могу понять. Время тикает, время тикает. Кстати, мои напарники нашли уже по одному участнику. Теперь у нас у всех счет одинаковый. 1-1-1. Так, еще надо отыскать семерых. Время пока есть. Так, где же вы? Где же вы, ребята? Надо мне подняться на самый верх. А для этого мы сейчас с вами кое-что сделаем. Но сначала проверим вот этот шкафчик. Тут никого. Так, а тут? Может быть тут кто-то есть? Не вижу. Может быть тут? Может быть за кружками, чашками? Так, никого. Ой, я куда-то провалилась. Никого, никого. Ладно, отправляемся в пушку. Да, ребята, не удивляйтесь в пушку, потому что она нам позволяет прилететь в место, откуда мы начинали нашу игру вот сюда и попробуем добраться до девочки. Если она еще не сбежала за это время. Бегом, бегом, бегом. О, сверху уже один замороженный есть. А вот у нас еще один участник. Ха-ха, привет. Думал, мы тебя не заметим. Все, у меня уже два замороженных. Осталось еще полтора. Хе-хе, полтора. Давайте заберемся наверх. Может быть тут кто-то бегает на столе. Да, там кто-то в стакане бегает. Кто-то залез в стаканчик. Ну, а сначала у меня тут девочка. Не уйдешь, не уйдешь. Готово. А теперь давайте проверим стакан. Правда, может быть там уже все сбежали давно. Так, не видно, не видно. Как туда запрыгнуть? Так, в стакане вроде бы никого нет. Ну-ка, ну-ка. Да, ребята, в стакане уже пусто. Конечно, кто будет стоять и ждать, когда я тут рядом охочусь. Ну же, где остальные ребята? Еще четыре. Надо отыскать еще четыре. Что-то не видно ни участников, ни искателей. Эй, ребята, вы все где? Так, что-то там на лампе творится, смотрите. Смотрите, лампа-вентилятор. И там что-то было. Как туда попасть? О, вон. Смотрите, втроем. Мы втроем бежим ловить красную шапочку. Мне кажется, у нее нет шансов. У нее совсем нет шансов, да. Красную шапочку поймали. Осталось три игрока. И 160 секунд. Так, это куда нас ведет? О, на люстру. Но тут уже тоже никого нет. Но с люстру зато можно хорошенько все разглядеть. Так, кто у нас? Там замороженные уже стоят. Там никого не видно. Внизу искатель. Эй, три участника. Вы где? Где-то хорошенько спрятались. Ой, не долетела. Хотела долететь до полочки. Так, это у нас искатели. Искатели. А где же у нас игроки? Ну, нашли где-то хорошенькое местечко. Но знаете, что вам скажу? Когда три искателя, мне прям очень интересно. Мне прям очень интересно. За такое время мы втроем даже еще не всех нашли. А представляете, если искатель один? Мне кажется, что в этой игре что-то не очень все справедливо. Так, тут у нас ванна. Никого не видно, не буду туда прыгать. Мне кажется, что это очень большая карта. Ну, как вот тут всех найти? И комната есть, и ванна есть. Смотрите. Смотрите, столько мест, чтобы прятаться. Так, это у нас искатель, это искатель. И между прочим, у нас нет вот этого радара, который бы показывал, сколько метров осталось до игрока. Вот я думаю, что все должно быть честно. А, вот девочка, вот девочка, иди ко мне. Девочка, она меня не видит. Как она меня не видела? Ничего себе. Вот это я молодец. Мне кажется, я выполнила план. То ли три, то ли четыре человека я нашла. 85 секунд осталось, ребята, и два участника. А, где же они, где же? Вот стоят же где-то. И наблюдают за нами. Я просто требую, чтобы искателям тоже начали показывать, сколько метров до игроков. Вот вы как считаете, ребята? Напишите в комментариях. Это было бы честно или нет? Или не надо? Ну, мне кажется, что все должно быть одинаково. Так, тут у нас никого, никакого шевеления. Как будто бы тут вообще никого. Смотрите, и комната, и ванная, еще и кладовка вот эта вот. Или что, это гардеробная комната какая-то? Представляете, сколько помещений? И везде можно прятаться, везде полочки, всякие трубы. Ну, что это такое? Коробки еще тут всякие, смотрите. Так, как запрыгнуть? Еще и не запрыгнуть. Оп, никак. Еще вот в коробке что-то там лежит. О, боже, участников стало больше. Надо, они отмораживаются. Ребята, время пришло, они отмораживаются. Пять участников вернулось. Вот это да, мы их искали-искали, а они стали отмораживаться. Да что это такое? Было два участника, теперь нам четверых надо искать. А осталось-то 20 секунд. Ну, нет, это нереально. Ребята, это выиграть просто нереально. Бегали-бегали, морозили-морозили. А они размораживаются, вот так. Ладно, давайте попробуем использовать последние секунды. Вот у меня тут кто-то бегает. Хоп, смотрите, я его прям в прыжке заморозила. Теперь будет замороженный прыгать. Но это сильно нам не помогло, потому что все равно два участника мы не нашли. Итак, давайте посмотрим статистику, да. Два участника не найдены. Но знаете что? Мне все равно понравилось играть в эту игру. А вы, ребята, сначала поставьте лайк этому видео, а потом бегом в игру получать бесплатные подарки. Ну и после этого вернитесь и напишите в комментариях, какие подарки вам выпали. И если вдруг вы не подписаны на мой канал, то подпишитесь, чтобы первыми, самыми первыми узнавать о новых играх. Субтитры сделал DimaTorzok